всем привет сегодня мы попробуем создать маленькое устройство на солнечных панелях для зарядки каких-нибудь небольших гаджетов или лучше всего для зарядки пауэрбанка который мы будем использовать в качестве накопителя энергии и уже с его помощью заряжать наши смартфоны или любые другие гаджеты и так для этого нам сегодня понадобится пара солнечных панелек каждая из них 5 вольт потом два диода шотки чем они отличаются от обычных тем что у них меньшее падение напряжения затем два разъемчика юсби мама несколько проводочков собственная пауэрбанк я брал специально в китае пауэрбанк с процентами в данном случае 4 процента то есть батарея почти разряжена не знаю правда сколько он точно показывает но думаю если заряжаться будет то мы это заметим ну и также попробую сегодня использовать вот такой вот юсб кабель у которого два входа и один выход чтобы соединить эти панельки вместе для начала давайте припаяем проводочки к нашим юсб разъемом сейчас у меня расположена вот так если развернуть их то контакты оказываются сверху в таком случае слева у нас плюс справа у нас минус ну давайте сейчас аккуратненько попробуем припаять все это дело слева плюс и справа минус второй припаивается аналогично если у вас комплекте идет еще корпус к разъему то аккуратненько устанавливаем его внутрь продеваем проводочки и закрываем таким образом у нас более удобный разъем для использования далее что он хотелось бы сделать это припаять разъем к солнечной панели но мы конечно можно припаять плюс плюс у минус к минусу но в случае если у нас панельки соединены параллельно и одна из них находится затемнение вторая активная будет просто начинать передавать ток 1 поэтому мы воспользуемся вот такими вот диодами шопки которые позволяют току течь только в одном направлении там в самом случае от плюса к минусу у диодика есть вот такая полосочка которая фактически показывает направление тока то есть плюс идет сюда и выходит в обратном направлении вас как бы стоп и туда она не идет таким образом мы к солнечной панельки припаиваем к плюсу один конец и дальше уже к нашему проводочку второй и так для начала покрываем немножечком наши дорожки плюсом буквально чуть-чуть затем предварительно немножко укоротив ножки и чуть-чуть залудив концы припаиваем диоды таким образом чтобы вот эта полосочка была в данном случае снизу то есть будет протекать ток от плюса и через нее вниз один и второй помните что перегревать диоды нельзя ни в коем случае иначе они очень быстро выходят из строя сейчас они мне немножко нагрелись поэтому я жду пока они охлаждаются и уже тогда припаиваюсь к ним диоды немножко остыли теперь мы можем припаяться к ним уже нашими разъемами так ко второй ножке диодом припаиваем плюс то есть красный провод и к минусу соответственно припаиваем минус ну вот как то так можно конечно все это закрыть может быть небольшой изолентый кусочек маленький пластмассовый корпус сделать там термоусадочку еще что-то такое но я пока что оставлю так поскольку это для дальнейших тестов спайкой мы закончили поэтому давайте попробуем собрать все воедино берем провод с двумя входами подключаем одну часть и вторую можно попробовать подключить usb тестер но такого освещения мне кажется не хватит да он даже не включается сейчас у нас к сожалению пасмурно конец декабря самые короткие дни поэтому полноценно протестировать устройство не получится поэтому подождем солнечных дней наконец вышло это редкое зимнее солнце я тут на скорую руку собрал такую страшную конструкцию проложил проводочки подключил usb тестер и powerbank в начале сила тока у нас около 30 миллиампер через некоторое время когда солнце встает и поднимается выше сила тока повышается до где-то 40-50 миллиампер и заряд powerbank у нас сейчас 4 процента максимальная сила тока у нас достигла 60 миллиампер через примерно 24 минуты powerbank показывает что он заряжен уже на 5 процентов что ж давайте попробуем отключить одну из батарей посмотрим повлияет ли это на общий результат отключив одну из батареек сила тока у нас падает до 20-30 миллиампер подключив панель назад сила тока возвращается значит у нас работают обе панели через почти два часа солнце заходит за угол дома и уже частично не попадает на панельки таким образом одна из них почти полностью в затемнении я тут уже пытался немножко их как-нибудь поворачивать к солнцу и фактически сейчас работает только одна панель поэтому к сожалению эксперимент придется закончить дни у нас очень короткие да и солнце уходит быстро поэтому придется подождать каких-то летних деньков ну а пока что всем спасибо за просмотр подписывайтесь если вам интересно летом потестируем еще у меня еще есть большие солнечные панельки ну что ж всем пока ну это вот это это Продолжение следует...